У многих людей скопилось немало обиды на издателей игр. От разделения игры на множество DLC до микротранзакций. Люди часто жалуются на бизнес-модели в видеоиграх, но если покупателям так не нравятся все эти вещи, почему бы просто не отойти от издателей совсем? Что с этого получают разработчики? Сегодня GameRanks задаётся вопросом, зачем разработчикам нужны издатели? Должен сразу сказать, что меня расстраивает нынешнее состояние издательства игр. Однако мы действительно живём в такой экономической системе, которая не оповещает автоматически всех обо всём происходящем. Маркетинг зачастую может быть многим неприятен, однако он совершенно необходим при продаже игры. Именно с этого мы и начнём наши обсуждения о том, зачем же разработчикам требуются издатели. Знаете ли вы, сколько видеоигр выходит каждый год? Точную цифру я вам, конечно, не назову, но на каждую платформу постоянно сыпятся всё новые и новые игры, за которыми сложно уследить. С одной стороны это хорошо, с другой же не очень. Это означает, что разработчику приходится конкурировать со многими другими играми, чтобы предоставить свою игру именно вам. Отчасти маркетинг нацелен на то, чтобы покупатели понимали, что им предлагают, и для того, чтобы показать товар с лучшей стороны. Не все издатели игр полностью осознают суть маркетинга, однако хорошая команда по маркетингу может сделать очень многое для игры. Ну и хорошая команда по маркетингу обходится дорого. Продвижение может быть очень и очень недешёвым, особенно если у вас есть игра, которая требует немалых денег на создание. В теории она также должна иметь широкий охват аудитории. Разработка игр требует денег. Всегда из ниоткуда появляется крупная игра с каким-нибудь невероятно большим миром, с новыми задумками, фишками, синематиками и прочими вещами, которые стоят больших денег. Они их требуют, поскольку на них уходит много труда. Кроме того, раньше игры распространялись ещё и на физических носителях, по крайней мере больше, чем сейчас. Сейчас вы их тоже можете найти, но обычно это либо какой-нибудь Амазон, либо цифровой гипермаркет. Маркетинг, несомненно, является самой главной функцией издателя на сегодняшний день, хотя в зависимости от типа игры, издатель может обладать и другими функциями. Какая-нибудь двухмерная инди-игра, не требующая большого труда над множественными модулями, может стартовать на Кикстартере, либо люди могут сами делать её в свободное от работы время. Однако, чтобы сделать крупный так называемый ААА-проект, вам потребуется гораздо больше денег, какие, собственно, издатель может предоставить. Притом, если это что-то вроде уровня ААА, то бюджет может позволить сделать действительно хорошую игру с одноразового посредственного проекта. Наличие финансов, чтобы платить людям за их проделанную работу, очевидно, имеет огромный вес. Но существуют также и другие стороны издания игр, включая распространение, хотя это стремительно меняется, и производство. Конечно же, чтобы зарабатывать те же деньги, физических носителей для современных игр приходится делать значительно меньше. Издатели продают игры по таким же ценам, несмотря на то, что существуют их цифровые копии, которые не требуют денег на производство носителей. Такие вещи на данный момент определенно вторичны для маркетинга. Можно было бы поспорить о том, что основными функциями издателя является упрощение разработки и продажи игры, но тут, как мне кажется, начинается самое интересное. Маркетинг уже совсем не такой, каким он был, когда телевизор был основным источником информации. В 90-х годах, например, была реклама Sega Genesis, которая приглашала нас на следующий уровень. Мы ее частенько могли видеть в перерывах на рекламу между мультиками или другими вещами. Однако сегодня подобное встречается не так часто, как, например, вирусная реклама, которая значительно эффективнее и обходится гораздо дешевле. На самом деле у технически подкованного человека может быть более успешная маркетинговая компания благодаря вирусной рекламе. По сравнению, например, с рекламой крупных корпораций, которые тратят кучу денег и которая выглядит неестественно. Отсюда возникает вопрос, неужели это так необходимо? Сегодня с этим можно было бы поспорить, но, как мне кажется, на данный момент, несмотря на то, что мне это не нравится и чуть позже я скажу почему, некоторые проекты просто никогда не смогут преуспеть без вмешательства значительной помощи со стороны. Ситуация, в которой оказываются разработчики – зависимость от издателя. А если вы зависите от издателя, то издатель имеет на вас влияние. Если же издатель имеет влияние над вами, то ему достаточно сказать, чтобы вы могли выпустить игру, чтобы вы достигли массовых продаж, чтобы вы получили доступ к нашим ресурсам и связям, чтобы вы получили достаточное освещение игры, чтобы гарантировать показы рекламы, чтобы всё это стало возможным, нам потребуется от вас несколько DLC, ведь это бизнес-модель, которая сейчас работает. Но гораздо ужаснее то, что издатель имеет последнее слово касательно вашего детища, в то время как креативные задумки команды разработчиков – нет. Директор, человек, делающий игру, не имеет последнего слова. То же самое происходит и в киноиндустрии. Казалось бы, всё останавливается на художественных взглядах режиссёра, но это не так. Последнее слово стоит за компанией, которая распространяет фильм. Именно такая двойственность порождает колебания между художественной составляющей и бизнес-моделью игры. Дело тут в следующем. Очень много издателей работают по иному принципу – всё дело в возможностях. Намеренно это или нет, но разработчик не обладает динамической силой, над которой издатель имеет власть. То есть, когда вы начинаете создавать игру, вам приходится взвешивать различные идеи, плюсы и минусы, что может произойти с игрой, если вы будете разрабатывать её независимо или наоборот с помощью издателя. Во многих случаях, в очень многих, находятся люди, которые считают, что лучше было бы издаваться независимо. Возьмём Hellblade Senua's Sacrifice – это отличный пример замечательной игры. Она может посоревноваться с игрой уровня ААА, а разработчик Ninja Theory выступил также в роли издателя. Они сохранили все свои полномочия, и лично мне кажется, что это повлияло на них в гораздо лучшую сторону. Креативные задумки воплощались в реальность в полной мере, они просто их делали. Конечно, это не игра за 60 долларов, но она превосходная и у неё справедливая цена. Кроме того, как это ни странно, в неё ничего не впихивали в последнюю минуту и, соответственно, её полностью протестировали и исправили баги. Отсюда возникает следующий вопрос – неужели игровые издатели разрушают игровую индустрию? Их модель распространения начинает сдавать позиции, значит ли это, что они уже не нужны? Увы, из-за того, как всё это устроено на сегодняшний день, они нам ещё нужны. Я не встаю на сторону издателя ни в коем случае, но наша система работает таким образом, что голос с большинством денег за спиной имеет весомое преимущество. Если этим голосом обладает разработчик игр, тогда таких разработчиков гораздо проще заметить, и они будут всем видны. А если вас легко заметить, то ваш продукт, скорее всего, купят, если он стоит своих денег. Вы наверняка скажете, что существуют игры гораздо лучше, но они менее примечательные, и это так и есть, вы на 100% правы. Такие игры не становятся хуже, однако рекламируются они реже. Не знаю, будет ли так всегда, потому что мир стремительно меняется. В частности, касательно методов дистрибуции, однако необходимость в издателях пока ещё не пропала. Мне бы не хотелось зазря хаять издателей, поскольку они являются неотъемлемой частью того, что позволяет нам наслаждаться многими играми, о которых мы могли бы и не узнать без их вмешательства при издании. Однако мне также кажется, что в этом бизнесе образовался застой, а людям постоянно хочется чего-нибудь нового и свежего. Но вот как и когда ситуация изменится, я знать не могу. Хотя, если вы способны создать такую игру, как Hellblade Senua Sacrifice, и обойтись без издателя, то у вас, вероятно, припасены на это деньги, что даёт вам небольшое преимущество перед многими другими инди-разработчиками. И тем не менее, если вы можете, то делайте. Если это хоть как-то остановит игровых издателей, или заставит их немного поумнеть, то это было бы замечательно. Я лично всеми руками за. А что думаете вы? Может быть, у вас есть свои соображения по поводу сложившейся ситуации? Пишите об этом в комментариях. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк, а также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Если же вам понравился наш перевод и озвучка, вы можете поддержать нас на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и Вконтакте. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.